Мы пройдем практическое занятие и, скорее всего, проведем его по коррекции цвета. Как я корректирую цвет? Мы всячески стараемся и стремимся к тому, чтобы создать на своем лице формал. Естественно, у кого длинные черты мы покорачиваем при помощи цвета, у кого короткие, мы их покинем. Для этого у нас существует очень-очень много всевозможных самых различных средств, которые мы обычно используем. Это от тональной основы, от базы даже. Начиная от базы и заканчиваясь возможными хорлайтерами. Наверное, мы сейчас кого-нибудь посадим, но я уже на примере. Не нужно у кого-то чистые. Соль бы не накрашены. Ну, я туда не накрашиваю. Ну, давайте. Обязательно такая кисточка из натурального ворса. Тональное средство? Тональное средство. Не подходит искусственный ворс, не подходит очень жесткий, не подходит очень-очень мягкий. То есть, вот средняя жесткость, вот такая вот тональная основа. Сразу вопрос. Нужно ли наносить тональную основу ноль-глазных? Нужно. На веки. На самом деле, у нас, хотя тональную основу многие не наносят на веки, потому что считается, что она утяжеляет немножко, много всяких различных сосудов, которые могут давать неровный цвет. Когда вы будете наносить тени на век, тени могут ложиться различными какими-то оттенками. Там, где много сосудов, они будут более темные, а там, где их мало, они будут светлыми. Поэтому для того, чтобы идеально нанести, особенно если это макияж на семью, то есть веной, чтобы нанести идеально тени, нужно наносить тональную основу на веки, потому что не хорошо. Теперь нужно определить, что нам укорачивать, что нам удвинять, что куда поднимать. На самом деле, у девушки достаточно хорошая форма лица, практически близко к идеальному. То есть она достаточно вареная, нет каких-то выпирающих особо частей. Можно немножко сузить носик, высветлить его. Ну и подчеркнуть, как всегда, что мы будем. Подчеркнуть носик, убрать какие-то темные круги под глазами, без хайлайтера невозможно. Сделать это просто тональным средством, не получится лицо будет одинакового цвета. Теперь мы наносим, высветляем эту зону для того, чтобы расширить дисклей. Делаем аккуратную тоненькую полосочку по носику. А сбоку надо затенять, да, вот эта пыль получается? Не всегда. Не всегда. Делаем под носик. Для того, чтобы сделать более чувственные губки. И наносим на подбор. Я наношу чуть-чуть над верхней губой. Потом я там буду наносить еще белый карандаш. Это нужно для того, чтобы губки казались объемными. Чтобы верхняя губка была немножко, вот, высыпала вперед. Я сделаю акцент на стопу мышцу еще более светлой и более плотной. Это носик. Теперь самое интересное. Теперь мы будем рисовать темные, нормальные осмотры. Все контуры рисуем. Что мы делаем? Мы рисуем треугольник в области скулы. Как определить там, где рисовать треугольник? Кто скажет? Кого сейчас скулы? По косточке, да, правильно. Втягивайте себя в щеки и по косточке. То есть там, где заканчивается косточка, не улыбаемся. Для того, чтобы создать именно романтический образ, Румяну протягиваем почти кончик уголка, но закрепляем их вот сюда к носику. То есть подчеркивая вот эту вот самую. Тогда она создается только романтический нежный ничем образ. Конечно, с таким носом мы пойдем. То есть, хоть и мне кажется очень-очень тоненьким, но тем не менее, это все нужно хорошенечко растушевывать. Я растушевываю это вниз по крыльям носа, не залазя на щеки. Не залазя вот на вот эти вот, получается, тоже носиком и туда не тянем. То есть темный, темный цвет доводим вот до сюда. Угу. Можем даже идти сюда немножко сюда, чтобы подчеркнуть кончик. Если носик очень длинный, хочется его сделать еще потоньше, можно... И поднимаем пыль. Если пыль идет вверх, значит пыль будет качественно. Если она падает вниз, значит пыль будет скатываться. Нормально. Значит, примерно вначале прижимаем кисточку, чтобы она получилась плоской. И наносим от кромки волос практически до уголка рта. Мы пока не растушевываем. То же самое делаем с нижней. Если вы хотите еще более сделать объемный ремень, то еще ниже опускаем. Еще сильнее осветляем. Это шов, вы видите, объем губ немножко увеличивается. На самом деле, правильно определить начало губ не так уж и сложно. Она должна начинаться не от крыла носа, а вот от этой точки. Где мы, как правило, себя начинаем заострять носик. То есть вот от этой точки. Мы прикладываем линейку рекарандаш вот от этой точки через внутренний угол глаз. Вот так. И по прямой. И для бровей я всегда использую тени. Тени, созданные специально для бровей. Потому что под каждую форму лица, как правило, при урод уже закладывается в тяную форму бровей. Ее нужно только подчеркнуть. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok